Приветствуем каждого на официальном канале Шарарама. Сегодня мы предлагаем вам отправиться в прошлое и окунуться в старый Шарарам. Ведь это место навсегда осталось глубоко в наших сердцах. Мы расскажем об уникальном месте, которое появилось в игре в далеком 2008 году. Устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Первой локацией Шарарама был музей связи. Это место, где игроки могли перемещаться, общаться и обмениваться эмоциями со смешариками, а также играть в мини-игры. Музей был похож на обсерваторию будущего. Его основал самый заядлый изобретатель страны смешариков Пин. При заходе в локацию, игроку предлагают выбрать себе образ из двух готовых персонажей, стать кифариком или кудряшкой. Были в локации и мини-игры. К примеру, в игре мастерская Пина нужно было собрать мобильный телефон из деталек. В музее было также и много экспонатов, собранных Пином. Радиоприемник Аркарача, в котором наш любимый артист знакомит игроков со своим творчеством. Телевизор Пина, который рассказывал об истории создания мобильных телефонов. Телефон смешариков позволял нам позвонить Ёжику, Лосяшу или Нюше и задать им три забавных вопроса. Компьютер с Савуней, где она рассказывала, как правильно отправлять сообщения с прикрепленной музыкой, так называемой ММС. И, наконец, спутник связи. Он запускал игру, в которой нужно было активировать множество спутников на карте за ограниченное время. Музей связи можно смело считать предшественником Шарарама, а её пользователей – первопроходцами в мире смешариков. В память о нём разработчики сделали отсылку, о которой многие, вероятно, даже не подозревали. На данный момент всех персонажей из музея мы можем встретить в кафе «Улыбка» на Лазурном пляже в роли посетителей. На этом, дорогие друзья, наш небольшой пилотный выпуск, посвященный старому Шарараму, подошёл к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать продолжение этого невероятного путешествия по этапам развития старого Шарарама. Увидимся! Давайте играть веселиться!